Зрители начали собираться в факеле задолго до концерта. Зал молодежного центра не мог вместить всех желающих. Сегодня здесь и участники, и приглашенные гости, конечно же ветераны и просто любители народного творчества. Всех их объединяет одно – любовь к своей стране и желание привить патриотизм подрастающему поколению. Надо сказать, что в основном дети подготовлены нами, бабушками, дедушками. А есть, конечно, но это мало-мало таких детей, которые не знают, что это такое и как это. Они как-то, скорее всего, что не приучены. Дети не слышат, они заняты компьютерами. Это так больно, это так обидно, что дети наши смотрят больше в компьютер, а не смотрят за нашими стариками. Однако в этот день в факеле было довольно много детей и молодежи, как в зале, так и на сцене. Подрастающее поколение пело и рассказывало о войне. Участвовали в концерте не только губкинские артисты, но и коллективы из Муравленко и Пурпе. Здесь вокалисты, чтецы, ансамбли и хоры. Все номера патриотические, посвящены как празднованию Победы, так и Ямальскому краю. Победителей определят в разных возрастных категориях и номинациях. Те, кто сегодня победят, они будут в дальнейшем участвовать в концертах, в других концертах наших учреждений культуры. То есть и в городском концерте, который будет в преддверии 9 мая. И в концертах, которые будут посвящены Дню Защитника Отечества. Конечно, во всех патриотических мероприятиях будут принимать участие сегодняшние победители. Открыли фестиваль победителей прошлого года. Хор «Жемчужина Ямала» вызвал своим выступлением шквал аплодисментов. В год 70-летия Победы в Губкинском пройдет череда патриотических мероприятий. Все они будут во славу героев, защитивших Родину в годы войны. Этот фестиваль проводится в городе уже в 12-й раз. За эти годы конкурс патриотической песни стал популярен и любим горожанами. Это необходимо и для сердца, и для всего. Просто занятый человек. Очень хочется. До сих пор хочу. Я пою и буду петь. Хору Леся «Песня» зал аплодировал очень долго. В составе этого ансамбля ветераны и дети войны – труженики тыла. Песню, которую они исполнили, была написана в День Победы. И вот уже 70 лет является одной из любимых песен ветеранов. Песня «Песня» Жюри фестиваля тоже понравились все номера. Но выбор, хоть он был и не из легких, делать пришлось. Из 40 номеров отобрали лучшие. В год 70-летия Победы их исполнят еще не раз. Юлия Голына, Олег Семагин. Новости Губкинского.